Мусор мелкий из контейнеров вывозится, а крупный лежит неделями. Раньше было лучше, раньше было намного чище. Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Конаково онлайн. Вместе с нашей командой мы продолжаем исследовать болевые точки нашего города. В этом выпуске поговорим на очень волнующую тему – уборка мусора. Мы не смогли обойти эту проблему стороной, потому что она влияет на имидж и экологию нашего города. А регулярные посты негодования в социальных сетях от жителей города и его гостей являются тому подтверждением. С 1 января 2019 года за вывоз мусора в городе и районе отвечает региональный оператор ООО «Тверь Спец Автохозяйства», сокращенно ЦАХ. Наша команда попыталась выяснить, как происходит организация вывоза отходов сегодня в Конаково и в Конаковском районе. Для вас не секрет, что есть некоторое недовольство жителей Конаковского района, что есть проблемы с мусором. Баки часто переполнены, а около мусорных площадок образуются свалки, веток и крупногабаритных отходов. С чем это связано? С нехваткой людей или машин? Значит, смотрите, ситуация какая. Машин у нас, в принципе, достаточно. Бывает, конечно, сбои в работе только тогда, когда машина может элементарно поломаться. То есть, если контейнер не вывезен с утра, то он будет вывезен, скажем, во второй половине дня. Вот. Когда машины в полном исправном состоянии, то график у нас есть, маршрут у нас есть. Мы вывозим с утра и вывозим где-то потом в обед еще повторный круг делаем. Каждый день, да, это просто? ТКО у нас по Санпину вывозится каждый день в обязательном порядке. Это именно маленькие контейнеры, все, что связано с твердокументальными отходами. Что касается крупногабаритного мусора, это мебель, оконные рамы, ну, понимаете. И ветки. Ветки туда входят? Нет, ветки. Вот смотрите, есть маленькие, маленькая градация. Что такое крупногабаритные отходы? Это мебель, это рамы, это какие-то мелкие отходы от строительного ремонта квартир, не капитального ремонта. То есть это может быть обои, могут быть какие-то куски гипсокартона, ну, что-то такое. Строительный мусор полностью при ремонте квартиры, там, с перепланировки кирпичи, кровля, какие-то вывезенные дома, разобранные сарай, ветки, дрова. Это к КГО не относится. На данный момент, насколько я знаю, по Санпину мы решали вместо с природоохранной прокуратурой. Вот только была проверка у нас на той неделе, что все-таки за ветки и порубочный материал отвечает администрация города. То есть мы это вывозим, но, соответственно, вывозим по заявке от администрации города, района, либо местной администрации и за дополнительную плату. Но все-таки проблема есть, да, с мусором? Жители жалуются. Вот какие пути решения вы видите? Ну, мы сейчас совместно с городом все-таки делаем рейд, обустраивают они контейнерные площадки. Мы ставим туда по заявкам контейнера, положенные, которые вывозить. Вот если вы знаете, мы решили этот вопрос с Первомайской, наболевшей тогда у нас проблемой была. Сейчас мы решаем вопрос по остальным площадкам. Самая основная проблема это в том, что когда менталитет граждан, когда люди не понимают, им не объяснено, может, до конца, что такое ТКО, что такое КГО, что такое строительный мусор. Те же самые ветки нам кидают в баки, нам кидают в баки дрова, которые мусорные машины не могут вывезти. Соответственно, мне приходится специализированный транспорт, которым одна единица техники, отправлять по всем этим точкам. Что нужно делать жителям города и района, чтобы в их дворе появилась мусорная площадка? Ну, во-первых, жители должны обратиться в администрацию городскую, районную или местного поселения с просьбой, если есть такая возможность, установить им контейнерную площадку. После этого, если такая возможность имеется, по СанПИНу, то есть это расстояние от домов должно быть определенное, администрация вносит эту территорию именно в реестр площадок, после этого делают по всем санитарным нормам устанавливают площадку, согласовывают этот САХ так, чтобы наши машины могли подъехать к ней. Администрация устанавливает площадку, согласовывая с вами? Именно так, администрация устанавливает площадку, согласовывая с нами именно подъезд, как она будет повернута, площадка под наши машины. После этого, если у нас все хорошо и положительно, то площадка устанавливается по нормам накопления, мы устанавливаем там свои баки и вносим, соответственно, в график вывозы мусора. И вывозите мусор, а обслуживает площадку администрация мусорную? Обслуживает площадку именно администрация. А то есть, если машина приехала, вокруг куча мусора, и она забирает только бак, а все, что вокруг валяется, вы не убираете? Это как раз-таки, если валяется это вокруг бака, из-за чего это происходит? Это происходит не из-за своевременного вывоза мусора. Это происходит именно из-за того, что в бак что-то положено, не то, что моя машина может вывезти. Соответственно, люди, которые приходят положить свой пакетик с мусором, они смотрят в бак, накладывают его сверху, а там, скажем, куча кирпичей лежит. Ну, к примеру, просто говорю. Людям деваться некуда, они начинают вложить все вокруг бака. Вот если такая ситуация происходит, мы вывозим лововоз, он нас все забирает, и вокруг бака мы все подбираем всегда. Как сделать так, чтобы местные жители не платили за туристов, за вывоз мусора? Очень много туристов приезжает, они занимают арендные дома, они за мусор не платят. И это сейчас совместно с Министерством природных ресурсов этот вопрос прорабатывается. Потому что, ну, люди не могут, грубо говоря, жить здесь. То есть, соответственно, они должны платить здесь, потому что мусор они свой выводят сюда. Планируется ли ввести в Конаково раздельный сбор мусора? Раздельный сбор мусора планируется. Мы его обсуждали не раз с администрацией города Конаково. Должны быть установлены специальные баки синего цвета, они будут именно по раздельный сбор мусора. Но это произойдет только после того, когда мы полностью согласуем реестр с городом и будут сделаны все необходимые контейнерные площадки. После этого мы будем уже ставить эти баки. Куда обращаться, если есть какие-то вопросы у жителей города по мусору? Ну, смотрите, допустим, на официальном нашем сайте ЦАХ. Там есть мой контактный номер, по которому я всегда на связи, всегда могу ответить людям. Мы находимся вот по адресу набережной Волги, дом 38А, наш офис. Можно обратиться сюда по любым вопросам вывоза. Вы можете звонить к нам в офис также. Мы всегда объясним, как это делается, поможем, объясним без всяких проблем. Со слов Владислава Валерьевича, уборка мусора – это сложный организационный процесс, в котором участвуют как региональный оператор, так и администрации поселений, а также сами жители. Узнать мнение администрации города на эту тему у нас не получилось. Они отказались давать комментарии. А что думают по поводу уборки мусора жители нашего города? Ну, хотелось бы, чтобы гораздо лучше было. Мусор мелкий из контейнеров вывозится, а крупный лежит неделями, а то и больше. Вокруг каждая свалка. Вот, хотелось бы, чтобы этого не было. Ну, я считаю, что мусор почти не убирают. Очень редко вывозят. И иногда неприятный запах стоит в уграх. Да, мусорки не убирают. Ну, ниже среднего. Хотелось бы лучше. Ну, и хотелось бы, чтобы местные жители тоже любили свой город. Не сорили, где попало. Это вполне возможно сейчас. Есть урны везде, есть мусорные баки. В общем-то, надо только донести его. А вы думаете, мусора много, потому что люди мусорят? Или, может быть, его плохо убирают? Нет, я считаю, что главное дело в людях. В основном. Его убирают. Но люди ссорят гораздо быстрее, к сожалению. Ситуация ужасна. Везде мусор, баки грязные. Крупный мусор возле баков не убирается. Поэтому, ну, раньше было лучше. Раньше было намного чище. Не знаю, что сейчас случилось. Сейчас из бачка мелкие убрали, а все вот эти груды, которые, ну, старые, неликвидные, рядом валяются, да, то, что с баками, строительные, то есть все лежит. Вот просто лежит. Я прогулялась вчера и вижу, что атас. Это очень страшно. Месяц назад было такое вот выездное заседание ЦАХовым вместе с муниципалитетом нашим. Мы смотрели самые такие вот страшные места в нашем городе и было озвучено ЦАХовым такое мнение, что у нас, допустим, крупногабаритный мусор, да, по объемам, он составляет примерно половину всего. Хотя по нормативу у них заложено не более, по-моему, 20%. Поэтому у них просто физически не хватает сил вывозить вот эти все строительный мусор, крупногабаритный. И, конечно, они возлагают вину на жителей, которые не вывозят его отдельно, а просто кидают туда же. Но, с другой стороны, надо обеспечить вывозы крупногабаритным. Я думаю, что все нормальные люди, они заплатят за вывоз своих строительных отходов, своих каких-то мебелей старых, да, если это организовать. Пока нет понимания, есть это или нет. Вы знаете, как правильно выбрасывать мусор? Что можно кидать в контейнер, а что нет? Мусорный большой бак этот. Нет. 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 Батарейки, знаю, что нельзя. Хотелось бы бутылки, чтобы отдельно собирали, пластику отдельно. Ну, здесь ничего нет. И в Канаково появился отдельный сбор мусора, раздельный? Да. И вы бы прям придерживались, да? Да. А как думаете, в Канаково, если будет раздельный сбор мусора, классно будет? Да, конечно. И вы готовы разделять его, там, пластик отдельно? Да. Не задавалась этим вопросом, честно говоря, потому что у нас, по-моему, нет раздельных контейнеров для мусора. Поэтому приходится все просто в пакет, чтобы ты ветром не разносила и все. А если бы был организован раздельный сбор мусора, вы бы придерживались? Я бы, безусловно, придерживалась бы. Потому что пластик можно использовать, почему нет? Ну, весь мелкий мусор выбрасывается, как бы, да, в мусорный бак. Весь крупный ставится рядом. Раньше это вывозилось, сейчас нет, как бы. Ну, я думаю, все это знают. Вопрос провокационный. Ну, я думаю, что все-таки в баке надо кидать свой бытовой мусор мелкий в пакетах, который мы выкидываем, да. А если человек тащит на мусорную площадку, там, не знаю, старый унитаз, старый шкаф или, там, мешки под цементом, с цементом вместе, да. То это, нет, это не надо. Эти вещи, как бы, надо вообще договариваться. Я думаю, что управляющие компании могли бы здесь ввести какую-то разъяснительную работу совместно с САХом. Управляющие компании и МУПы, которые за это отвечают. Мы же говорим сейчас не только о городе Конаково. Во всем Конаковского района ситуация не самая хорошая. Вы думаете, в Конаково зашла бы история, если бы раздельный сбор мусора был? Сложно. Мне кажется, это будет доходить до людей не сразу. Дойдет, но это надо время. Основное негодование по поводу мусора у жителей города связано со скоплением веток от деревьев и крупногабаритных отходов. Хотелось бы, чтобы такой мусор вывозился интенсивнее. А тем временем в Вахонино решили эту проблему. Они создали отдельную специальную площадку для крупногабаритных отходов. На территории поселения у нас все хорошо. Все площадки чистые. Проблем никаких с мусором нет. Вот в Конаково жители очень жалуются, что крупногабаритный мусор валяется и не убирается. Как вам удалось найти компромиссное решение и избавиться от этого? Да. Мы вот работали совместно, прорабатывали с ООЦАХ. Вот это с руководством. Приняли такое решение. Я не знаю, по-моему, в области есть, нету. Как бы таких площадок я не могу сказать. А вы сами площадку эту организовали, да? Для крупногабаритного мусора. И за свой счет вывозите, да? Нет, вывозят в ООЦАХ. А у нас машина, наша техника, которая принадлежит администрации, передана в аренду в ООЦАХ вместе с экипажем. Как бы им тоже спасибо, у нас появились рабочие места. Трактористы, водители, экономисты, бухгалтера посчитали экономику и как бы заключили договор. Вот. И нас устраивает, и, думаю, их устраивает. Как вы боретесь с ветками, которые образовываются около мусорных площадок? Ну, с ветками у нас есть дробилка специальная. Вот. Сами мы берем, перерабатываем в щепу. Вот и все. Своими силами, да, ветки убираете? Давайте также узнаем мнение администрации Конаковского района на тему мусорного коллапса. Да, действительно. В этом году, как никогда, стоит большая проблема с вывозом мусора. И мы видим проблему только в том, что не хватает у регионального оператора ООЦАХ техник для вывоза мусора и контейнеров. Вывоз происходит не в соответствии с графиком, то есть не ежедневно. Поэтому происходит переполнение контейнеров. И рядом, получается, с контейнером образовывается еще одна такая куча. В связи с тем, что в этом году такая жаркая погода, все начинает гнить, естественно, запахи, крысы. Жалоб от населения поступает очень много. Поэтому, какие комментарии, только вот то, что не хватает средств и сил у регионального оператора. А как вы думаете, пути решения, точки соприкосновения, как найти, чтобы все работало? Вы знаете, у нас в Конаковском районе есть ответственные от ЦАХа и главы поселения в тесном взаимодействии с этим представителем пытаются в ручном режиме организовывать вывозы, каким-то образом регулировать графики вывоза. То есть работа на уровне глав поселений идет, но нет возможности именно у ЦАХа своевременно выполнять свои обязанности. За последние полтора года стоимость вывоза отходов для населения возросла, а ситуация с уборкой мусора оставляет желать лучшего. Сейчас не имеет значения, кто прав, а кто виноват. Но очевидно, что региональному оператору, администрациям поселений, активным жителям и также управляющим компаниям стоит сесть за стол переговоров и решить, как очистить наш район и город от мусора. Мы благодарим всех участников сюжета, которые дали комментарии по такой сложной теме. И сожалеем, что администрация города Конакова отказалась высказать свое мнение по данному вопросу. А ведь решать его нужно вместе. И хорошим примером является Вахонинское сельское поселение. Нам нужно обязательно что-то сделать сейчас, иначе дальше будет еще хуже. Друзья, подписывайтесь на Конакова онлайн. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу уборки и вывоза мусора, и какие пути решения вы видите нашей общей проблемой. С вами была Настя. Всем пока!